Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Роман, заместитель директора по продукту. Давайте начну с информации по продукту в целом. Что такое Calibri? Calibri, по-простому мы говорим, это аналог Microsoft CCM. Это такой класс системного ПО, который используется департаментом информационных технологий и позволяет автоматизировать большинство типовых задач администрирования. Например, нужно установить новое приложение на все или часть компьютеров инфраструктуры, нужно обновить приложение, нужно установить обновление операционной системы, установить операционную систему, в принципе, автоматизировано на новое устройство, вышел новый сотрудник, например, оказать поддержку пользователям. Такие задачи автоматизированы, решаются с помощью систем такого класса. Соответственно, в чем ключевая особенность нашего продукта, чем оно отличается от того же SCCM, кроме того, что оно российское, и аналогичных систем, это то, что изначально продукт мы разрабатываем с прицелом на обслуживание гетерогенных инфраструктур. То есть, что называется, из одного окна, то есть из одной веб-консоли администратор может поддерживать смешанную инфраструктуру, в которой есть как устройство рабочей станции. Вот ARM в названии Calibri, это как раз расшифровывается как автоматизированная рабочая станция. Ноутбуки, системные блоки, виртуальные рабочие места, все что угодно. Соответственно, продукт позволяет обслуживать как устройство на базе операционной системы Windows, так и устройство на базе любых, по сути, операционных систем на базе Linux. То есть здесь мы прежде всего говорим, естественно, в рамках темы импортозамещения о российских дистрибутивах на базе Linux. Linux — это прежде всего большая тройка, то, что называется с точки зрения минцифр в том числе. Это Astra Linux, это Alt, это Redos. Но у нас в поддержке есть множество других дистрибутивов. Это и Altros, это и, понятно, Debian Ubuntu. Много очень систем на базе Linux. Мы постоянно этот список пополняем, постоянно берем в поддержку новые версии Linux по запросам наших заказчиков. Если говорить о Windows, то это все версии, начиная с Windows 7, 32-бит. Соответственно, продукт, как я сказал, российский, то есть полностью российская разработка. Мы с прошлого года включены в реестр российского ПО. Соответственно, есть регистровая запись. Слайдпак, я думаю, вам будет доступен после конференции, можно будет проверить. И какие, собственно, задачи можно решать, ну, высокоуровнево, да, с помощью продукта Калибре. Это, в принципе, заместить этот класс систем, если на предприятии оно уже используется, ну, вот как пример из CCM или другие западные аналоги этой системы. Это оптимизировать, в принципе, стоимость поддержки инфраструктуры. То есть здесь мы говорим об экономии до 75% трудозатрат администраторов. А продукт, как я сказал, прежде всего для администраторов, естественно, сделан. Оптимизировать их трудозатраты за счет автоматизации и высвободить ресурс Департамента информационных технологий на проведение других задач, в том числе на проекты миграции, которые актуальны как, в принципе, бизнес-приложения, так и операционной системы с Windows на отечественной дистрибутивой Linux. С помощью продукта можно выполнить саму миграцию, об этом я расскажу чуть позже. То есть он позволяет автоматизировать и спланировать грамотно провести миграцию с рабочих станций с Windows на дистрибутив на базе Linux, выбранной вами. И, в принципе, за счет автоматизации мы устраняем человеческий фактор. Что здесь имеется в виду? Ошибки, естественно, есть, когда человек делает какие-то задачи, выполняет, ну, что называется, руками, да, вручную, такие задачи часто приводят, ну, люди ошибаются, естественно, устают и так далее. За счет автоматизации мы эти ошибки исключаем. По функционалу тогда пройду. То есть основные модули функциональные, представленные в нашем продукте, это модули инвентаризации. У нас клиент-серверное приложение от агента. Агент, кстати, устанавливается автоматизированно. То есть если у вас на предприятии 500 тысяч и более рабочих мест, устанавливать вручную агенты на управляемое устройство не придется. Это автоматизировано из консоли. То есть агент собирает инвентарную информацию и ее обновление и отправляется, соответственно, на сервер, на бэкэнд, где она обрабатывается и предоставляется в доступ администратору через веб-консоль. Здесь что мы делаем? Мы собираем массу атрибутов. Это инвентарная информация по аппаратной части, по периферии, подключенные принтеры, веб-камеры и так далее. И один из основных пластов тоже информация – это установленное программное обеспечение. Что здесь еще стоит отметить по инвентаризации? Одна из наших ключевых особенностей этого модуля – это возможность ее расширения. То есть вы можете расширять ее под вашу инфраструктуру за счет интеграции с внешними источниками данных. То есть вы можете интегрироваться, например, со службы каталогов и из службы каталогов дополнительно получать информацию по вашим компьютерам, например, принадлежность к офису, к локации, другие атрибуты, которые вы там хотите, храните. И выводить удобно в единое представление. Эта информация вам будет удобно доступна из Калибри. Интегрироваться с любой системой, возможно, у которой есть описанный API, например, с той же 1С, можете интегрироваться с 1С и получать информацию по дате закупки компьютера. И далее, храняя эту дату в Калибри, во-первых, вы видите ее как атрибут любого, каждого компьютера, и можете строить, использовать в отчетности. Система отчетности у нас есть как стандартная, табличная, то есть поддерживается выгрузка в XLS или CSV для передачи в другие отделы, но также есть графическая система отчетности, которая позволяет в привычном формате, образно как в Excel привыкли видеть пирожки, диаграммы, инстаграммы и так далее, вы можете формировать такие графические отчеты. И вот на примере, допустим, 1С вы можете легко построить отчет по, скажем, количеству компьютеров в инфраструктуре с возрастом старше, например, 5 лет. Если у вашей организации 5 лет, это срод устаревания оборудования, то есть такой компьютер будет выведен в эксплуатацию, вы можете с таким отчетом в реальном времени всегда иметь информацию для планирования бюджета на квартал, на год и так далее. Это все доступно прямо из графического интерфейса, то есть вы не привлекаете нас как разработчиков, чтобы разработать новый отчет или добавить новые атрибуты внешней системы, вы это делаете из графического интерфейса Калибри. Перейдем тогда к тоже крупный блок функционала, это управление установкой программного обеспечения. То есть здесь что предоставляется администратору? В тихом режиме автоматизировано установить любое приложение или его обновление на любое количество устройств. То есть необходимо обновить приложение до новой версии в несколько кликов, буквально создаем развертывание, и приложение устанавливается автоматизировано, при этом не прерывая пользователя, то есть это не администратор, который подошел к компьютеру и временно занял его, делая паузу пользователю в работе в этом случае. Это именно автоматизированная тихая установка. Для администратора он видит все статусы в разрезе и по компьютерам, и в целом картину, то есть процент успешных установок, процент отказов. По устройствам, где установка завершилась неуспешно, он может посмотреть базовую информацию по причинам отказа, она собирается нашим агентом, выводится в консоль. Также здесь мы поддерживаем довольно детальную информацию, выводим по, предоставляем, точнее, возможность по детальной настройке установки в крупных инфраструктурах с точки зрения нагрузки на сетевое оборудование. То есть у вас есть возможность для удаленных локаций развернуть так называемые точки распространения, которые будут содержать копии установочных файлов и образов операционных систем, и это позволит при установке на компьютеры в этих локациях не загружать интернет-канал, как бы это было, если бы установщики копировались с центрального офиса, а делать это в рамках локальной сети. И даже в рамках локальной сети, на самом деле, тоже можно разгрузить, инструмент поддерживает развертывание по волнам, так называемые. Это с точки зрения оптимизации сетевой нагрузки. Здесь мы далеко ушли. Также с точки зрения формирования списка, скажем так, компьютеров, на которые будут выполнены задачи, у нас поддерживаются динамические, так называемые, коллекции. То есть вы можете с помощью фильтров, а в системе у нас продвинутый функционал фильтрации, то есть вы можете делать фильтры по любым атрибутам, в том числе, кстати, и полученным из внешних источников, которые позволят вам в системе фильтров объединять их через логические операции и или, то есть любую структуру фильтров строить. Ну, например, все компьютеры на базе такой-то версии Windows или AstroGinux. Или одна, кстати, из типовых задач. Вы можете построить коллекцию по компьютерам, которые содержат определенную версию приложения. То есть частая задача ОТБ приходит в ДИТ, какая это Департамент информационной безопасности обнаружил, получил так называемую CV-шку, что в определенном приложении, которое используется, обнаружена критическая уязвимость. Они обращаются в, соответственно, ДИТ с запросом, а установлена ли у нас эта версия приложения, и если установлен, то на какой зафекчен процент устройств. Соответственно, с нашим приложением все, что нужно будет сделать администратору, это сделать фильтр по приложению-версии, получить список, выразить отчет, соответственно, для ИБ-шников, что такой-то процент инфраструктуры подвержен этой уязвимости. А дальше они этот же фильтр используют в формировании коллекции устройств, на которых установлена эта версия приложения, и создадут задачу по обновлению этой версии приложения, на более новую версию, где эта уязвимость закрыта. То есть буквально в несколько кликов задача решена, типовая. Далее. Дополнительный функционал. Это буквально последний релиз у нас. Называется центр корпоративных приложений. Здесь администратор публикует доступными для развертывания приложения пользователям. То есть пользователь сам решает, нужно ли ему это приложение, и когда оно ему нужно, может сам запустить установку без привлечения администратора. То есть здесь он свободен. То есть, например, если бухгалтерия, предположим, использует 20 приложений, то каждый пользователь в отдельности может использовать буквально два. Вам не нужно все 20 устанавливать на все эти компьютеры, достаточно пользователю дать возможность сделать это самому. Далее. Сработало. Что-то как-то слайды не все. Извините. А вот что-то подвисло, видимо. Функционал удаленного подключения к рабочей станции. То есть часто у пользователя возникают проблемы, он привлекает ИТ-специалиста к их решению. ИТ-специалист удаленно. Это TeamViewer, наверное, общеизвестный инструмент для удаленного подключения. Может подключиться удаленно к рабочему столу пользователя и выполнить от администратора любые действия, чтобы помочь пользователю исправить проблему. Здесь все, что необходимо с точки зрения ИБ в системе поддерживается, это аудит, история подключений, соединения зашифрованные. Соответственно, с пользователем мы можем начать чат, чтобы удобно общаться в процессе оказания техподдержки. И важная составляющая — есть возможность настроить согласование пользователям подключения. То есть если пользователь, предположим, работает с чувствительными данными, с персональными, например, он сначала закончит свою работу, закроет все такие документы и только после этого даст возможность ИТ-специалисту подключиться для оказания удаленной поддержки. Это пример как раз гибридной инфраструктуры. Например, в проекте перехода с Windows на выбранный вами дистрибутив Linux здесь Calibri интегрируется с любыми службами каталогов. То есть мы интегрируемся, естественно, с Microsoft Active Directory, интегрируемся с всеми популярными свободными службами каталогов, на базе которых построены службы каталогов, например, Astra, Alt и, соответственно, RedDOS, трех самых популярных. Вы можете, интегрируясь с ними, получать любую необходимую информацию из этих служб каталогов. И дальше Calibri управляет как Windows-устройствами, так и Linux-устройствами. То есть здесь, например, в левой части это стартовое положение проекта, когда у нас текущее состояние инфраструктуры. Windows установлен на рабочих станциях пользователя. Справа, соответственно, это целевая наша инфраструктура, когда мы хотим в этом примере мигрировать на Astra Linux, предположим. Соответственно, в процессе проектов у вас будет уменьшаться количество устройств на базе Windows и увеличиваться на базе Astra Linux в этом случае. И, естественно, целью проекта полный переход на Astra, но даже если Windows-устройства все еще останутся в инфраструктуре, вы сможете точно так же из одного окна с помощью Calibri поддерживать как устройство на Windows, оставшееся, так и всю инфраструктуру на базе Astra Linux в этом примере. Типовый проект миграции, как выглядит с помощью Calibri. Первый этап. Что необходимо? Мы разворачиваем Calibri, устанавливаем агенты Calibri на устройство под управлением Windows, все еще которое находится, для сбора инвентарной информации. Инвентарная информация как раз нам позволит грамотно спланировать миграцию. То есть мы знаем, какие устройства у нас установлены в инфраструктуре, мы знаем приложения, которые установлены на Windows, мы знаем, какая периферия подключена. Дальше мы с помощью информации от вендоров операционных систем, тех же там Astra, Ultra, DOS, можем понять, какие устройства совместимы, то есть мы знаем, потому что вендор ОС протестировал их, какие неизвестны, мы сами их протестируем тогда на совместимость с этим дистрибутивом. А на базе инвентарной информации по парку приложений, которые у нас установлены на Windows, мы составим как раз целевой парк приложений на Linux. То есть найдем аналоги, где-то у вендора может быть есть приложение и для Windows, и для Linux, естественно, самый простой пример. То есть сформируем те приложения, которые будем использовать уже на Linux в целевом состоянии. И дальше, что делается, этап подготовки. В экалибре мы добавляем образ операционной системы с настройками, на которую мы мигрируем, например, там Astra Linux, да, приводили в пример на предыдущем слайде. Далее мы загружаем пакеты приложений, которые будем устанавливать на устройства на базе Linux, управляем автоматизацией миграции пользовательских данных, ну то есть подготавливаемся к миграции. И дальше по плану, который мы спланировали, то есть опираясь на информацию по совместимости, мы спланируем, опять-таки, волнообразную миграцию инфраструктуры на выбранный дистрибутив Linux, мы проводим саму миграцию. То есть с помощью калибря на устройство мы устанавливаем образ с настройками приложения, которые будут использоваться этим конкретным пользователем, мигрируем пользовательские данные ему теперь на целевую операционную систему, и дальше, что важно, калибри продолжает использоваться в рамках операционной поддержки. То есть мигрировав инфраструктуру на дистрибутив Linux, вы из калибри после проекта продолжаете точно так же управлять приложениями, образами и так далее. То есть вы уже в операционной деятельности используете калибри. По дорожной карте пару слов буквально. Из того, что прямо в ближайшее время у нас будет, сейчас уже готовится к релизу, это управление скриптами и управление обновлениями. Сейчас из калибри это реализовано с помощью так называемых пакетов, но мы выделяем это в отдельные объекты, чтобы было более удобно работать с этими объектами в операционной системе. Также в начавшемся квартале, в конце квартала ожидаем обновления по работе с образами операционных систем. То есть можно будет из графического интерфейса настраивать их более удобно. Не файлами ответов, как это предоставляют вендоры операционных систем, а уже из графического интерфейса их конфигурировать. Также из интересного это шаблонизация. То есть можно будет создавать такие профили компьютеров для разных отделов, например. Профиль включает в себя все настройки, в том числе операционные системы, установленные приложения и так далее. Назначая профиль на мониторинг, на группу устройств, вы тем самым контролируете, что никто не изменил настройки, которые должны быть с точки зрения, перед того же ИБ, применены к этим устройствам. Приложения установлены, те, которые нужны и так далее. То есть этот мониторинг позволяет предупреждать в случае, если кто-то несанкционированно изменил настройку устройства, на которое назначено мониторинг. И автоматически можно исправление будет назначить. То есть, например, приложение кто-то удалил, локальный администратор, например, в удаленном филиале, оно автоматически установится снова. И на конец года у нас управление устройствами через интернет появится. То есть на текущий момент вы управляете устройствами в маршрутизируемом сегменте сети своего предприятия, внутри домена, назовем это так. Здесь же вы сможете управлять в том числе устройствами, которые подключены через интернет, то есть даже без VPN, удаленными пользователями, на удаленке. И с точки зрения, наверное, еще важной фичи, это свой API у Calibri появится к концу года. То есть можно будет интегрировать Calibri, например, с ITSM-системой и из ITSM-системы автоматически, например, стартовать задачи на установку пользователя приложения, когда он, например, прошло по этапу согласования в вашей выбранной, например, системе Simple One. С точки зрения лицензирования, мы лицензируем управляющий сервер и управляемые устройства клиентские. Лицензии типа срочной и бессрочной, то есть здесь получается как срочная, это подписочная модель по сути, то есть вы покупаете лицензию на год, два или три, и на этот период времени у вас есть возможность использовать, право на использование продукта, а также право на получение нашей технической поддержки вендора и право на применение любых обновлений, в том числе мажорных. То есть я здесь понимаю то, что при выходе нового функционала, то есть которого мы сейчас с вами обсудили по дорожной карте, вы сможете бесплатно в рамках своей действующей лицензии обновиться на эту новую версию и получить этот новый функционал. То есть выходит, например, функционал шаблонов соответствия, вы сможете в рамках своей лицензии это обновление установить. Бессрочные лицензии отличаются тем, что дают вам пожизненное право на использование продукта, и вы приобретаете вместе с бессрочным первый раз сертификат на год, два или три, также на техническую поддержку вендора и право на мажорные обновления, на любые обновления в этом случае. То есть приобрели, например, сертификат на год, год вы имеете право устанавливать любые обновления, в том числе и мажорные, с новым функционалом, как я сказал, как только год истек, вы продолжаете пользоваться продуктом, то есть он не теряет своего функционала, и пользуетесь им в таком виде, в текущей версии, до тех пор, пока не вышел у нас функционал, который вам интересен. Тогда вы сможете приобрести сертификант на поддержку и обновление, и обновиться на новую мажорную версию в этом случае. Да, если у вас нет сертификата, то есть вы пользуетесь бессрочной лицензией, сертификат уже истек, вы продолжаете получать минорные обновления, то есть, например, обновление по текущему функционалу, в баге, когда исправляются, что называется, и обновление безопасности. То есть если в продукте в рамках трех лет, мы три года поддерживаем любой релиз официальной калибри, если обнаружилась уязвимость, мы ее исправляем, и даже без вот этого сертификата на обновление, вы все равно это обновление минорное установить сможете. Ну и резюмируя по преимуществам ключевым, которые дают калибри, это работа с любыми ключевыми дистрибутивами на базе Linux, прежде всего российскими, но это, естественно, и Debian, и Ubuntu, и так далее. Удобный графический интерфейс. То есть здесь удобное веб-приложение, которое не копирует, естественно, из системы, западный аналог, на котором мы ориентируемся с точки зрения графического представления, но с точки зрения объектов, в которых вы работаете в системе процессов, как устроено любое действие в системе, это привычно администраторам, а большинство, очень многие использовали как раз SCM, переучиваться с SCM на калибре для управления не придется. Выгодное ценообразование, гибкая ценовая модель, мы ее только что с вами обсудили, автоматизируется до 80% всех рутинных задач администрирования, высвобождая время, это специалистов на проведение, например, проектов. По поддержке мы предоставляем так называемую расширенную поддержку при необходимости, это где мы в том числе консультируем по использованию продукта в инфраструктуре, а не просто оказываем вендор поддержку, как это принято в продуктовой истории. И по дорожной карте, зрелая дорожная карта как и на этот год, так и на несколько лет вперед, то есть мы, естественно, смотрим не на год вперед, а на 3-5 лет с точки зрения развития продукта и представления нового функционала. Так, QR-код, соответственно, ведет на наш сайт, можете записаться на пилотирование, получить любую информацию. И, в принципе, мы оба дня представлены в демо-зоне, по-моему, четвертый стенд с начала. Роман, спасибо вам огромное. Коллеги, если вопросы какие-то есть, могу сейчас ответить или, соответственно, на стенде? Да, тема сложная, но кто занимается цифровизацией, если связан с департаментами IT, администрирование рабочих мест, развертывание ПО, права и так далее, уже по таймингу, да. Вот, эта тема болезненная, на самом деле это большой вызов для многих, потому что, как правило, оказывается, инфраструктура абсолютно разрозненная. Безусловно. Да, и что-то накатит централизованно, особенно когда вы занимаетесь цифровизацией, вы получаете продукт, который, например, новый ПО, нужно накатить. Иногда это растягивается на год, особенно если у вас подразделения где-то в полях далеко, где IT-службы нет. Роман, спасибо вам огромное. Спасибо, коллеги, хорошего дня.